Добрый вечер. У нас сегодня в гостях биохимик, врач-иммунолог Бахат Сайпаев. Как вам видится в целом картина с этим коронавирусом? Огромная масса зараженных людей, причем в достаточно благополучных странах Европы. Италия, Испания, например, в Соединенных Штатах и так далее. Премьер-министр Великобритании госпитализирован уже. Вот в целом, что это означает? Ну, на мой взгляд, в целом это означает, что действительно есть пандемия вируса, но она имеет свою специфику. И я сейчас постараюсь рассказать все, что думаю по этому поводу. Вообще, честно говоря, мы по поводу коронавируса говорим уже в третий раз. Первый раз я говорил в студии газеты «Республика» с хорошим очень журналистом Эриком Сревелом. Второй раз в вашей авторской программе на Ренбайке мы это обсуждали. И там как бы больше обсуждали медицинские аспекты. Сегодня я, конечно, тоже в первой части хочу сказать свое мнение как медик, как врач-биохимик, иммунолог. А потом вот во второй части все-таки я хочу уже больше сказать свое мнение как историк и экономист. Потому что у этого вируса и далеко идущие последствия, выходящие за рамки медицины. Значит, что мы имеем на данный момент? Да, действительно, средства массовой информации каждый день сообщают. Количество зараженных растет. Вирус не щадит никого, включая премьер-министров. Кто-то там из руководящих товарищей типа Ангела Меркель сидят в карантине. Все это так, действительно, и никто с этим как бы не спорит. Но есть особенности. Во-первых, с точки зрения количества зараженных, это, честно говоря, не пандемия. Пандемию ее назвали просто потому, что большое количество стран охватило. В каждой стране свои локальные очаги появились. Вот как рябь, если посмотреть на карту мира. Но сейчас в мире есть, по крайней мере, еще две пандемии. Причем они гораздо более серьезные. Ну, например, вот пандемия ВИЧ-инфекции, вируса иммунодефицита человека, который вызывает синдром приобретенного иммунодефицита. Зараженных больше 65 миллионов. Умерло больше 30 миллионов. Половина, да? Ну, конечно. При этом средства массовой информации совершенно не трубят об этом. Ну, сначала трубили. Ну, когда-то. Или возьмем пандемию малярии. Малярия – это один из самых опасных инфекций, передающихся именно комарами. Причем их много разновидностей. Допустим, там малярии Денге практически все в Юго-Восточной Азии переболели. Была знаменитая малярия Западного Нила, которая была занесена каким-то комаром, который там незаконно на каком-то пароходе проник в Америку. И там тоже была малярия. Очень серьезная пандемия. Но тоже они как-то спокойно ничего не говорят. Хотя смертность у нее выше, чем от нынешнего коронавируса. Что мы имеем в плане коронавируса? В плане именно смертности. Я хочу как раз сегодня рассказать о смертности. Да, действительно, по разным подсчетам, в зависимости от количества тестируемых, смертность в пределах от 1 до 3 процентов примерно. Ну, некоторые страны дают 4, но это максимально. Хотя в таких возрастных группах, которые там 67, 70, 80, 80, 90, некоторые страны, как Италия, дают и 10, и 15, а некоторые города типа Милана и 20 процентов смертности. Но не надо забывать, что эти люди имеют кучу сопутствующих хронических заболеваний, и они вполне могли умереть и от чего-то другого. Просто вирус оказался той последней каплей, которая переполнила запас прочности организма, закончился, и человек умер. Просто даже по старости. Но сейчас всех, кто умирает, автоматически перечисляют, что виноват в этом коронавирус. Ну, он, наверное, виноват все-таки. Не, ну... Все равно хоть последняя капля, хоть первая. Ну, если у человека, допустим, было хроническое заболевание сердца, легких, а на этом фоне действительно любая инфекция, не обязательно коронавирусная, любые другие коронавирусы, там, SARS, MERS, которые, кстати, те давали большую смертность, SARS и MERS давали, там, соответственно, 10% и 35% смертность. Ну, как-то об этом тихо... SARS-то-то юго-восточное, MERS-то ближний восток, да? Да, 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 атипичное. Вот. И, значит, просто все дело в средствах массовой информации. И вот я просто решил прикинуть, сколько примерно от коронавируса погибнет человек вот при самом драматическом распространении этой пандемии по всем странам в течение вот ближайших двух, трех, четырех лет. У меня получилось, ну, примерно от миллиона до трех миллионов человек. Ну, вот я не помню, кажется, Эрих Мария Ремарк говорил, что гибель одного человека — это трагедия для него самого и для его близких. А когда умирают миллионы, это он в связи с Первой мировой войной говорил, то это уже как не цинично звучит, это уже статистика. Поэтому то, что я буду говорить, это, конечно, звучит цинично, но это статистика. Поэтому просто надо проанализировать мировые показатели смертности и дать вероятностный прогноз структуры смертности примерно за год. Вот смотрите, вот в течение года, я, естественно, не могу дать точных цифр, потому что эти цифры собираются, обобщаются, потом ВОЗ публикуют, но приблизительные, как бы в самой грубой прикидке, в течение года, вот, допустим, этого года, да, или там следующего года, да, на первом месте по смертности будут сердечно-сосудистые заболевания сердца и мозга. Сколько умрет? От острых катастроф сердца, инфаркта миокарда, умрет примерно 7-8 миллионов человек. От острых катастроф мозга, геморрагические, ишемические инсульты, то есть острые нарушения мозгового кровообращения, примерно еще 6-7 миллионов человек. Таким образом, от острых сосудистых катастроф сердца и мозга суммарно умрет примерно 14-15 миллионов человек за год. Но ни у кого это не вызывает никакой паники. И сравним смертность в 1 миллион, которую вот сейчас мы обсуждаем. Дальше. На втором месте будут заболевания легких, так называемые ХОБЛ, хронические обструктивные болезни легких, ХНЗЛ, хронические и неспецифические заболевания легких, бронхиальная астма, там, исходы, бронхоектазы, имфиземы и так далее. От этого умрет еще примерно 5-6 миллионов человек. Естественно, это все люди пожилого уже возраста. На третьем месте будут онкологические заболевания, в простонародье раковые. Это еще примерно 4-5 миллионов человек умрет за год. На четвертом месте будет сахарный диабет. Это еще примерно 3-4 миллиона человек умрет за год. На пятом месте будет смертность от употребления алкоголя или в больших количествах, или некачественного алкоголя. И, соответственно, болезни, связанных с употреблением алкоголя. В основном это, конечно, болезни печени и почек. От этого еще примерно умрет 2-3 миллиона человек. И на шестом месте будут все так называемые острые респираторные заболевания, ОРСЗ. Это помимо коронавируса COVID-19, то есть различные гриппы и так далее. Они унесут еще примерно 1,5-2 миллиона человек за год. На седьмом месте будут дорожно-транспортные происшествия, авиакатастрофы, автомобили, аварии. Они ежегодно уносят еще примерно 1,5 миллиона человек. И таким образом за год умрет примерно от 30 до 35 миллионов человек по всей нашей планете. То есть смертность человеческой популяции по всей Земле будет в пределах от 0,39 до 0,44%. То есть в среднем примерно 0,42%. Вот это всего лишь, так сказать, от 8 миллиардов популяции людей. Какой же вывод из всех этих подсчетов я делаю? У среднестатистического человека шанс умереть от коронавируса примерно 1 на миллион. При самой высокой вероятности, ну, примерно 1 на 300 тысяч шансы заболеть коронавирусом. Вернее, умереть. Заразиться-то мы все заразимся. Процентов 70-80 популяции земной перенесут этот вирус. Но большинство... Чтобы выработать иммунитет. Или бессимптомно, да, я сейчас скажу об этом. Или бессимптомно, или очень слабо симптомать. А вот шанс умереть у любого человека от этого коронавируса примерно 1 на миллион. Хотя действительно, вот вы правильно говорите, вирус этот действительно очень заразный оказался, контагиозный. Эпидемиологи этого не ожидали. И действительно 70-80% населения нашей планеты могут им переболеть. И действительно только тогда эпидемия пойдет на спад. То есть возникнет так называемый коллективный иммунитет в популяции человеческой. То есть это особое напряженное функционирование иммунной системы каждого человека. И у него уже как бы выработается иммунитет к этому заболеванию. Но для этого надо заболеть. Переболеть. Переболеть, да. Так вот возникает вопрос. Много это или мало шансов? Вот 1 на миллион или даже 1 на 300 тысяч. Вот, например, шансов умереть от инфаркта миокарда или инсульта мозга. У такого среднестатистического человека примерно в 14-15 раз больше, чем умереть от этого коронавируса. Коронавирус, к сожалению, занимает тройку лидеров по количеству людей, умерших от инфарктов и инсультов. И как-то наше правительство, наш Минздрав по этому поводу в колокола не бил. А тем не менее у нас очень высокая смертность именно от сердечно-сосудистых заболеваний. Вот. Соответственно, умереть от заболеваний легких или от рака у такого среднестатистического человека шансов примерно в 5 раз больше, чем умереть от коронавируса, заражения. Если у него диабет или алкогольные заболевания, связанные с хронической алкогольной интоксикацией или хроническими заболеваниями печени, почек в связи с постоянным употреблением алкоголя, или в больших количествах, как я всегда говорю, то есть злоупотребления или некачественного алкоголя, то у него примерно в 3-4 раза шансов больше умереть, чем умереть от коронавируса. И, наконец, просто погибнуть, выйдя на улицу в ДТП, что тебя сбила машина насмерть, примерно в 1,5-2 раза выше, чем умереть от этого коронавируса. Вывод какой? Ничего не надо делать? Так вот, вывод какой? Что это действительно в истории человечества 18-я пандемия, но она имеет свои совершенно уникальные свойства. И это не только и не столько медицинская пандемия, а это уже информационная пандемия, потому что впервые так широко привлечены средства массовой информации и социальной сети. Причем это явно был импульс-толчок извне. Это было явно организовано, чтобы вот такой информационный, я называю это информационный коронавирус, вирус, значит, COVID-19, вот он начал усиленно циркулировать в средствах массовой информации и, значит, в средствах, значит, в соцсетях. И вот уже куда не пойдешь, любая программа там трагически, говорят, каждые там 17 минут или каждые 20 минут умирает от коронавируса в каком-нибудь там Нью-Йорке или в Милане. Столько-то человек. Если прикинуть вот эту всю статистику, то я вот ее сейчас изложил. Гораздо больше людей умрет за эти же 10-15-20 минут от просто инфаркта, от просто опухоли, от ДТП и так далее. Поэтому людей, на мой взгляд, это мое личное мнение, естественно, и я как бы не могу это ни подтвердить, ни опровергнуть. Это просто у меня такое ощущение, поскольку я все-таки помимо медицинского образования еще историческое, экономическое имею. На мой взгляд, людей просто во всем мире пугают и заставляют сидеть по домам. И, по-моему, когда мы выйдем из наших домов после изоляции, после карантина, вот, кстати, всюду нам вот это прямо вбивает голову. Сиди дома, сиди дома, не выходи, и тогда ты сохранишь свою жизнь и жизнь своих близких. Никто не спорит, что, допустим, есть определенные группы людей, у которых действительно высокий шанс умереть. Это, в первую очередь, наши родители, пожилые старики, больные вот хроническими болезнями, инвалиды, престарелые. Они, естественно, нуждаются в особом уходе. К ним действительно надо, чтобы добровольцы возили еду. Действительно надо их максимально оградить карантинными мерами. Но это не значит, что всех надо посадить. Это вот я... Но если не сидеть, то проценты могут увеличиться. Ну, даже вот сейчас вот возьмем наш город Бишкек. Ну, хорошо, 150, ну, 200, ну, пусть даже 2000 на миллионный город. Это просто смешные цифры. Это все можно изолировать классическими методами советской эпидемиологии. Найти зараженного, выявить все их контакты и тут же их всех посадить на изоляцию. Но весь город посадить по домам, чтобы люди перестали ходить, ездить. А самое главное, чем они будут кормиться, люди? Большинство людей у нас кормится, что за день заработал, то и он кушает. А получается, ну, они посидят неделю, вторую, третью, потом просто начнут выходить с протестами, что нам нечего есть. Но вот так как Минздрав, комендатуры не могут точно выявить вот этих людей, точечных, как вы говорите, да, приходится более общие меры принимать. В советское время к эпидемиологам подсоединялись и МВД, и КГБ. Силовые структуры. Чем стоять навсюду на постах, лучше помогите выявить этих людей, максимально изолируйте их. Они переболеют, и все пойдет на спад. Но вот вы сказали, внешний вброс. Внешний что значит, вот это информационный? Внешний вброс, это значит, кому-то это было нужно. Это как у Экзюперии, если кто-то зажигает звезды, значит, это кому-то нужно. Я думаю, это нужно сильным мира всего. Я думаю, это нужно так называемым мировым хозяевам денег. И сейчас я об этом хочу, как бы, сказать, вот перейдя ко второй части. Подытоживая эту часть нашей передачи, я считаю, что когда мы все выйдем из наших домов, мы с удивлением обнаружим, что мы очутились в ином мире, с новыми границами, с новыми зонами влияния. И, на мой взгляд, вот как историка, то, что сейчас происходит в мире, вполне сопоставимо со знаменитым убийством в Сараеве эрцгерцога Фердинанда, что послужило поводом для развязывания Первой мировой войны. А она, в свою очередь, привела к гибели четырех империй. Не надо об этом забывать. Прусской, Австро-Венгерской, Российской империи и Османской империи. И полностью был переделан мир и поделен новые границы. Вот эти все государства нынешние, там, Сирия, там, и Йемен, там, и Ордай, они все были образованы вот позже Первой мировой войны, искусственно. В основном это делали англосаксы. Вот. Также примерно эта ситуация вполне сопоставима и вот с начала Второй мировой войны. То есть, фактически, это война только иными способами. Не прямые боевые столкновения, а информационная война, которая приведет примерно к тем же результатам, к которым они и хотели прийти. Глобальным. Да, глобальным. То есть, на мой взгляд, идет полное переформатирование всего мира. Теперь, значит, вот я дам свои сугубо приблизительные прогнозы. Дело в том, что вот очень часто мне говорят, вот что тебе понесло, почему ты из медицины пошел в историю, потом в экономику. Дело в том, что я на эстфаке писал работу, которая посвящена была прогностике или футурологии. Я писал так, значит, экономические, социальные и экологические последствия научно-технического прогресса конца XX века-прогноз на первую половину XXI века. То есть, это прямо тема та, которая меня интересовала. И с тех пор я как бы еще время интересуюсь историей, экономикой, геополитикой, геоэкономикой, социологией, естественно, и экологией. И вот как бы так получилось, что к медицине еще появились эти интересы. Так вот, я скажу некоторые свои прогнозы. Естественно, я не могу за них как бы сразу голову на плаху. Это мое личное мнение. Может, что-то будет, может, что-то не будет. Первое, что я делаю, вывод. Эпоха глобализма заканчивается. Вот эта эпоха глобализма, которая началась с 1991 года, после распада Союза, когда мы говорили, теперь будет единый мир, не надо ничего производить на местах, будет международное разделение труда, вот Китай, мировая мастерская, он нам все произведет. Это все заканчивается. Да. Конец истории, как говорил, значит, этот, Фукуяма, да. Это все закончивается. Начинается снова развиваться национальное государство и региональные союзы государств. На наших глазах будут сформированы новые региональные союзы государств. Они уже, очертания были видны и раньше. Ну, Китай и Юго-Восточная Азия – это один регион. Северная Америка, которая благодаря доктрине Монро присоединит Южную, это второй регион. Регион Европы Западной сам по себе как бы сохранится. Африка, как всегда, никого не интересует, но кто-то ее подберет. В первую очередь, наверное, Китай все-таки. Австралия тоже живет сама по себе, как отдельный регион. Индия тоже всегда живет. У нее своя зона, своя зона рупии. И, кстати, в региональных союзах государств появятся свои региональные валюты. Там зона юаня, зона рупия, зона евро, зона доллара. Может быть, у нас в Европе будет зона рубля или алтына, как все хотели сделать, но что-то никак не получается. Но, во всяком случае, мой прогноз, что эпоха глобализма закончилась. С точки зрения философии, это значит, права человека уже никого не будут интересовать. Будут все говорить, права существования государства, права существования человеческой популяции, человека как народа, как представителя народа, выше, чем твои права. Ну, я как биолог всегда говорил, что права человека не могут быть выше прав существования человека как биологического вида на этой планете. Потому что иначе каждый такое начнет вытворять. Все-таки надо подчиняться каким-то общим правилам живой природы. Ну, в частности, мы должны выполнять все свои функции биологического вида на этой земле. Если мы этого не будем делать, то мы просто исчезнем. Дальше, следующий мой прогноз. Эпоха роста всемирного потребления закончится. Так же, как и закончится стимулирующее кредитование. Они же как нас приучали на Западе? Живите в кредит. Ну, что вам заработать на машину, на холодильник, на телевизор? Все, берите кредиты, покупайте. Дома идите, покупайте. Это уже несколько раз же лопалось. Были же кризисы в 2014-м, в 1998-м. Но сейчас это окончательно. То есть, жизнь кредит заканчивается. Соответственно, произойдет резкое сокращение банковской системы. Примерно из 10 банков будет выживать не более 1-2. В общем мире. Да, в общем мире. Это вот примерно как акулы. Сначала средние пожирают мелких, а потом самые крупные пожирают средних. И получится, что самые крупные банки сохранятся. А вот эта вся мелкая, так сказать, средняя прослойка банков, которые в основном занимались биржевыми финансовыми спекуляциями. Переправляли деньги там, сюда роботы. Вот эта глобализация же. Каждую минуту роботы что-то скупают, что-то продают на разнице стоимости акций. Что-то зарабатывали люди виртуально деньги. Ну, там многие очень даже неплохие деньги. Какой-нибудь Уоррен Баффет там. Вот. Но, в общем, эта вся лафа у них заканчивается. В результате в структуре прибыли доля банков сократится. Она была очень гипертрофирована. Если, скажем, после Второй мировой войны доля банка в структуре прибыли, то есть его норма прибыли, была не больше 5-7%. Она выросла до нынешних 50%. 50%? Да. То есть вот производитель производит продукт, потом, значит, накладывают прибыль. И эту половину прибыли забирали банки. В США не дают кредит, потому что там проценты надо платить, погашение основного долга. Производитель все время сидит и работает лично у вас в производстве. И у него хронически не хватает оборотного капитала. Об этом я отдельно потом скажу. То есть вот их доля в прибыли сократится, ну, я думаю, при самых оптимистических прогнозах до 10-15%. То есть 3-4 раза. И мировые денежные спекуляции в целом тоже сократятся. И роль фондовых бирж тоже снизится. Потому что все начнут захлопываться в региональные союзы. Дальше вот самое главное, что произойдет. Произойдет перераспределение финансов мировых в пользу мировых хозяев денег. Это вот я специально в прошлом году на Говори ТВ, на интернет-канале, пять передач посвятил этому. Как создавалось, значит, вот эти 400-500 семейств аристократов континентальной Европы, англосапцев и крупных банкиров-евреев, как они примерно последние 500 лет 16 века накапливали богатство. Сейчас они скопили колоссальные богатства. Вот эти 400-500 семей, это там 0,01% населения, они примерно 80% мировых богатств Земли на себя замкнули. И вот они, собственно, и продолжают играть все более возрастающую роль. И они же и хотят создать новый мир, где будут, условно говоря, зона А, зона Б и зона С. В зоне А они будут сами жить, и там будет в основном жить вот этот их любимый золотой миллиард концепции. Вокруг будет зона Б пограничных стран, пусть даже авторитарных, с которыми они чем-то будут делиться ради того, чтобы они делали заградительный кордон. А зона С — это перекати поле. Дикие орды вплоть до каннибализмов. Все может быть, особенно где-нибудь в Африке или в Азии. Это вот как бы их сценарий. Насколько он как бы будет реализован, посмотрим. Возможно, на мой взгляд, может появиться мировая валюта. Соединенные Штаты Америки могут вполне отказаться от доллара, как от мировой валюты. Потому что уже давно произошел кризис бретонбудской системы. И давно уже все ропщут, говорят, что доллар ничем не обеспечен. И поскольку просто он был привязан, в первую очередь, к нефтедолларам, то все как бы соглашались. Но роль нефтепродуктов, я об этом скажу позже, тоже будет снижаться. И поэтому, я думаю, скорее всего, вот эти мировые хозяева денег придумают новую мировую валюту. И она, скорее всего, будет виртуальная. Типа вот биткоины появлялись, еще какие-то виртуальные. Это были все пробные шары. И, скорее всего, они просто виртуально привяжут их к по стоимости кунции, к какому-нибудь хорошему металлу. Чаще всего золото используют. Ну, иногда платину. И это просто им нужно будет для осуществления международных торговых операций. Надо же привязаться к чему-то. Потому что, как бы, иначе... Коллекцию делать. Да, да, да. В результате активность международных торговых операций чисто традиционными товарами 4-го, 5-го уклада будет снижаться технологически. Но я скажу об этом позже. Что значит? Я сейчас вот об этом отдельно скажу, чтобы народ понял. При этом будут возрастать количество торговых операций внутри каждого регионального союза. У нас осталось где-то 5 минут. Хорошо. Я сейчас закончу. Вот. Международная торговля будет активно расти только продуктами 6-го технологического уклада. Производство продуктов 6-го технологического уклада тоже резко возрастет. Внутри региональных союзов тоже усилится производство продуктами 4-го, 5-го. Возможно, кто-то сможет из 6-го уклада. Роль углеводородов, нефти, газа будет снижаться. Многие отрасли мировой экономики будут сворачиваться, типа мирового туризма, мировые перевозки, мировые услуги, мировая мода, мировой консалтинг. В большинстве стран наступит затяжной экономический кризис, сравнимый с мировым экономическим кризисом 29-33-х годов. Если посмотреть социальную стратификацию общества, богатые еще больше разбогатеют. Часть богатых разорится. Часть банкиров просто будут стреляться. Рабочий класс сильно сократится. Больше всего пострадает средний класс, который лишится своего достатка и сильно расслоится. Он просто количественно сократится. И самое главное, темпы производства в Китае упадут примерно на 10-15%. Рост ВВП снизится в этом году, я думаю, с 6-7 до 2-3%. И главным бенефициаром, то есть главным выгодополучателем происходящих перемен будут Соединенные Штаты Америки, которые будут мировыми лидерами уже не потому, что они владельцы мировой валюты, а потому что они большинство продуктов 6-го технологического уклада будут производить именно они. Теперь быстренько насчет укладов. Значит, уклады связаны с циклами Кондратьева в мировой экономике, но я не буду сейчас утомлять народ. Смысл тот, что на определенном этапе цикла растет спекулятивный капитал, а на определенном этапе в связи с научно-техническим прогрессом начинают вкладываться в инновационный и венчурный капитал деньги эти. И вот, значит, какие были технологические уклады? Первая промышленная революция в 1772 году, когда была создана первая предельная машина, и возникла текстильная промышленность. Следующий технологический уклад называется «Эпоха пара». В 1825 году были созданы паровые машины, появились паровозы, появились пароходы. Это был второй технологический уклад. Третий, так называемый, «Эпоха стали», она еще называется второй промышленной революцией. Это было создание конвертеров, это была сталь, выплавка. В общем, все, что связано с неорганической химии, с черной металлургией, с железными дорогами, с кораблестроением, с производством взрывчатых веществ. Дальше началась в 1908 году, в начале 20 века, четвертая технологическая эпоха нефти, которая у нас закончится в ближайшие 10-20 лет. И с точки зрения промышленности были внедрены ленточные производства, массовое производство, конвейер «Форда», так называемый, знаменитый. Но что было во время четвертого уклада? Созданы двигатели, внутреннее сгорание, реактивные, турбореактивные двигатели, ракеты полетели в космос, атомное появилось, топливо, компьютеры, лазеры, радиосвязь. Вот это автомобили строения, самолеты строения, нефтехимия. Вот это была эпоха четвертая. На наших глазах в 1971 году произошел пятый технологический уклад. Это уже считается как третья технологическая революция. Это появились эпохи компьютеров и телекоммуникаций. Мы все понимаем Apple, первый персональный компьютер, появление телекоммуникаций, сейчас цифровизация, цифровое телевидение, все вот эти наши смартфоны. Это вот как раз результат компьютеров и телекоммуникаций. Вот тогда же появился, это пятый уклад. Как раз тогда появилась так называемая кремниевая долина, появился первый микропроцессор Intel 4004. И вот сейчас, с 2004 года, если вы помните, был создан графен бывшими советскими химиками. Это монослой углерода, который они получили в Нобелевскую премию. Это считается начало шестого технологического уклада. Это все с приставкой нано, нанотехнологии. Что сюда входит? Новые наноматериалы, новые нанофотоны, значит, новые, сейчас очень много, сейчас я прямо скажу. Наноэлектроника, нанохимия, нанофотоника, наноматериалы и наноструктурированные покрытия, наносистемные техники, нанобиотехнология, информационные нанотехнологии, когнитивные нанотехнологии, социогонектарные. Ключевой фактор – это нанотехнологии, клеточные технологии, генинженерии. Преимущество этого шестого уклада по сравнению с пятым будет состоять в резком снижении энергоемкости затрат при производстве, меньшем количестве употребления материалов, то есть снизится материалоемкость производства, а также, что самое главное, будут конструироваться материалы и организмы заранее с заданными свойствами. То есть появятся нанолекарства, которые будут доставлять прямо в клетку нужные, появятся нанороботы, наночипы, кстати, цифровизация к сюда же относится, когда хотят. Но самое главное в шестом технологии школы – это тотальная компьютеризация производства. И огромная масса людей будет высвобождена. Чем она будет заниматься? Это вот как раз будет головная боль хозяев мировых наших планет. Потому что огромное количество людей, если не будут работать и не будут неизвестно, чем кормиться, это огромная масса для социального взрыва. Поэтому недавно вышел доклад Римского клуба, где настоятельно рекомендуют сокращать количество людей. Вот какими способами они хотят это сделать – это тема для отдельного разговора. Вот, пожалуй, на этом мы закончим. Спасибо вам большое. У нас в гостях был Пахат Сайпаев, который врач-биохимик, иммунолог, плюс к этому еще и экономист, историк и юрист. Мы поговорили о том, к чему, признаком чего является вот эта вспышка коронавируса и болезни COVID-19. И к чему это может привести, симптомом чего это все является. Спасибо большое. До свидания. Продолжение следует...